Но она уже старенькая, это винтаж. Вот она с Америки. Курочка и петушок цены. 18. 18 за пару. Очень красиво. Она по 10. А тоже, что я, Ангел. Только они маленькие, а тут мальчики-девочки. Аутентичные ключики 19 века для часов, для карманных часов. Достаточно редко, но у меня есть ладошки. И вот такой вот красивый стол. Тоже здесь много-много всего. Что-то я вам снимала уже. Давай-давай-давай. Два петушка красивых очень. Такой вот дамский набор. Фарфоровая, кстати, вставка. Такая вот расческа для волос. Щетка для одежды. И флакончик. И опаловое стекло ваза. Такого нежного, голодненького цвета. Тоже симпатюлька. А вы подскажете, вот курочка и петушок цены? 18. 18 за пару. А вот такая вазочка. 15. 15. Это Париж? Париж. Наверное, все интересное вон там, да, у вас? А тут еще ремонт идет. Ой, вообще, вот такой вот шикарная дама. А сколько такая дама стоит? 200. 200? Вообще, какой-нибудь ресторан или бар ее? Это Труди Трав. Да. Это куклы, они изготавливались для казино. Американское. А казино не открылось. И все куклы, которые были изготовлены. Ага, их распродают. Но она уже старенькая, это Винтаж. Вот она с Америки. А тут вот ангел у нас в Бельгии. А, Бельгия тоже высокий. Это специальная кукольная фабрика, которая... Интерьерная куколь. А вот этот вот петух большого мы показывали, а цены я забыла спросить. Ань, я немножко в сторону отойду. Ага, вон тут вот большой петух. Забыла тот раз спросить цену. А что из новинок еще появилось? Так, у нас в СМИ прям две новинки. Сегодня две новинки, так. К этому вовремя. Так, ну вот у нас... А вот еще вот эти. Это вот Мэйсон. Это Мэйсон. Нет, это Мэйсон. А вот Мэйсон, ага. Видите, как оставаешь. Да, красивое платье, подъемник. Такое очень красивое. Вот. А вот это я еще не знаю, что за... Но это не Каподимон. Не Каподимон. А, вообще-то не знаю. Надо спросить. Гаджи за геробич. Вот это что за... Рудольштад. Рудольштад. На одной территории, Фолькштадт и Рудольштадт. Это очень красиво. Кружевницы. Такие три прекрасные. А вот эти вот кружевные... Кружевные конфорты? Кружевницы. Они у нас в прошлый раз пришли. Ну, это немцы. Ну, не, не. Они в 80-е годы. А по ценам? Они по десятке. По десятке. А вот эти вот, знаете, цены? Эти, по-моему, тут по 50. По 50. Я пойду в 80-е заточу. Хорошо. Сервиз этот очень красивый. Это старый Париж. Старый Париж. 60-е годы. 60-е годы. На 12-е годы. Да, красота. А вот эти вот бабушка с дедушкой? Они по 15-е годы. А чьи они? Да, они Каппадемонт. Каппадемонт. Такие прям красочные. Да-да-да, тут с котом. Дедушка с дедушкой. Они парой продаются? Да, они парой. И бабушка. У них вообще красота. Там, только вместе. Ага. Ой, подсвечники какие пришли красивые. В тот раз не было, только блюдо было. А подсвечники парой тоже продаются? Парой, они 50-е годы. 50. А это чьи они? Слепитивания. Синдор. Синдор. Посмотрите. С путь, с такими ангелочками. Вообще, красота. И вот такое блюдо на ножку, как мы в тот раз его смотрели уже с вами. И вот такие зайчики еще симпатичные очень. А, зайчики это тоже из одной каблуки. А, тоже, что и ангел. Только они маленькие, вот мальчик и девочка. Прям к Пасхе их? Да, к Пасхе. Они по 40 тысяч в парах. 40 тысяч в парах. А из чего вот они стены? Они, так, это пластик. Ага. И тут мягкое тело, мягкое. Мягкое. Ну, вот этот ангел, конечно, вообще тоже очень красивая такая работа. Да. Хорошо, что вы вам ездите хранить теперь это. О, конечно, занимает место. Да. Вот это у нас подруга. Вот у нас был Джокер. А это его подруга. Джокера купили. А, Джокера забрали. Да. Ну да, это такой, в бар, в ресторан. Да. Вообще. Встречать гостей. И вот у нее такую вот эту панку тоже. Ага, здесь у нее карты. Да. Карты. Злая волшебница. Злая волшебница. Да. Вообще. И она там веселье и... Да, да, да. Веселье и радость. Спасибо. В общем, новиночки постоянно появляются. Так что приезжайте. Вот имбирная база. Она не парная, вот одна. Клоазане, а не пара. Пара такая? Еще вторая, мы еще ее не разместили. А, вот их две. Ага, клоазане большая. Она, то есть, металлическая, да? Да, да. Ага, метал, клоазане. Пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч пара? Да. Такие вот большие клоазаны. Ага. Ну, это потом, да, вы по факту можете уточнить. Здесь тоже каподемонты, я думаю, такие вот статуэтки красивые, в общем. А вот петух, я спросила цену. Кто-то спрашивал у меня в тот раз. А то петух, кстати, пользуется спросом. И вот такие вот статуэтки. Спасибо. Джинори? Джинори, да. А это чьи они? Италия. Видите, вот какой? А это его дама там, да? Да, это его дама, да. Белоснежный фарфор. А они сколько стоят? Тридцать. Каролина. Да, они девятнадцать. Еще интересно, вот эти вот пупсики не вижу, не слышу, да? Да, да. Они по-лисски. Это Копенгальд. Копенгальд. Такие вот. Это тоже новинки. Да, вот я смотрю, не видела их раньше. Это посылок тоже. Тоже детали, детализм. Да, он бисквитный такой. И вот эти фарфорные у нас такое. Это вот антихварные. Ты какая. Больнер. Больнер. Больнер, да. Это она бронзовая. Она стекло, типа, красиво. Я достану. Не боюсь. Она девятнадцатый век. А, вот какой цвет красивый. Очень красивый. Она пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч. Ну, вообще, она такая прям сказочная. Как и золушки. Такая прям. Росписи. К сожалению, ее не рано. Да, но цвет глубокий. Да. Красивый очень. В таком состоянии прекрасно. И на новинок. Да. Да. Вот она далеко стоит, ее не видно. Ну, у нас такие вещи великие. Да. Да. Потому что близко поставишь. Куколка вот арбаку. Тоже интересная вещь. Девятнадцатый век. А, у нее ручки фарфоровые, но такие мягкие, да? Она пополовину. Да, да, это гёбель. Гёбель. Красивая. А такая сколько? Двадцать. Двадцать куколка. Хорошая. Такие глазки у нее добрые. Это сначала двадцать. Спасибо большое. Это вот была Надежда. Я вам еще раз ее покажу. Так что не проходите мимо. Но это уже в конце рынка под зеленой крышей. Так что обращайтесь. Всего хорошего вам дня. Всего. Всего. Спасибо. А вот Марина, собственно говоря. Да. Холодно сегодня, однако. Холодно? Да. А мне кажется, нормально. У меня в жизни как-то была. Некромозаика появилась, по-моему, не было. Была. Была? Это просто меня не было долго, и у вас все как первый раз. Да. Вот я не помню. Ну вот таблетница такая вот. Таблетница была, да. Некромозаика. Некромозаика, да. А сколько такая таблетница стоит? Таблетница стоит четыре тысячи. Хорошая. Такая работа. Что из новенького есть? Ну, какого-то злого существа. Да? Сказочно. А это хрусталь, да? Да. Да. Очень хороший. Объем не помню, по-моему, где-то в районе литра или, может быть, 750 миллилитров. Угу. А сколько стоит? Десять тысяч. Десять тысяч? Такой вот, крустальный. Ну, хорошо, так-то смотрится. Хорошим состоянием, по-моему, там нет никаких погрешностей. Ну да, так водичку даже с лимоном поставить. Вот водичку, алкоголь. Кому. Кому что? Кому что, да. А, шкатулка Бэйджиуд интересная. Да, это шкатулка Бэйджиуд. Бэйджиуд. Да, но это вот, у него трезубец в руке, я думаю, какой-нибудь тритон может быть из-за гроша. Тритон, не тонн может быть даже. Да, но очень интересная такая вставочка другого цвета. Такая она интересная очень. Все с клеммом. А такая сколько? Будет тоить? Три тысячи. Три тысячи. Хорошенькая тоже. Вот у меня очень хорошая, она была, я забирала, вернула ее обратно сюда. Вот эта? Да, она редкая, хорошая. Чупомот чугун. Вот. Ну, в очень хорошем исполнении. Тяжелая? Да, она тяжелая. Да, старенькая, да, дощечка. Гирик отдельно. Нет, ничего интересует. Гирик отдельно? Гирика такая маленькая самая. Самая маленькая? Нет, ее не такая, не в виде гирика, как плоская, как таблеточка. Вы знаете, как? Спасибо. А это вот ключики для часов, да? Можно подобрать? Ключики, это на самом деле, это целое богатство, потому что это аутентичные ключики 19 века для часов, для карманных часов. Они интерес представляют для часовщиков и для владельцев таких часов. редкость их заключается в том, что это именно 19 век, когда человек имеет ключи старинные, ему хочется не китайский ключик, они продаются, их можно подобрать, а именно старенький аутентичный. Но они прям такие симпатичные, их так прям приятно держать в руке. Они же такие симпатичные и по тому, что они не сухие. Да, то есть можно подобрать. На сегодняшний день у меня получается одна из крупнейших коллекций в Москве. И вот, когда приходят часовщики, говорят, это нечестно, у женщины, которая не должна этим заниматься, а это для шкатулок, что тоже, в общем-то, уже редкость сейчас, потому что теряются ключи. Кому нужны ключи, вы знаете, куда идти. Ну вот этих ключей уже у меня меньше, у меня просто приходят, их уже вот. Разобрали. Вот со всей этой связки осталось вот столько, а так она была прям целиком. Самое интересное вот с этими ключами был случай, то есть, ну, как бы они, у них есть направление, тема, что это для карманов часов. И вот женщина выбирала у меня самые лучшие, самые дорогие, то есть они вообще дорогие, это 2 500 этих ключей стоят. По 2 500 они. Она у меня выбрала штук 10 их, вот, и я думаю, ничего себе, что она, наверное, какой-то крутой коллекционер. Да, я часто скромно спрашиваю, говорю, а вы для каких целей? Она говорит, для браслета. Для браслета? Да, у нее на руке, вот, человек теперь ходит для браслета абсолютно редчайшие, то есть таких в мире, может быть, уже больше нет, там, сказать, ну, вот если... С ума сойти. Да, здесь вот, вот смотрите, на ручке, видите, вот, ну, как бы украшение, номер, а у нее там фигурки были всевозможные, то есть, ну, реально, вот, редкие. Ну, дизайнерский браслет теперь у человека. Да, 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 у человека браслета. Нет, для браслета. С фенечки. Это вы меня видели. А я видела, снимала. Я уже. Ты уже. Русалочка. Русалочка, ну, интересно, а хвостом, видишь, она держит блюдо. Вот, сейчас я вам покажу. Русалочка, да. Ух ты, это трубка. Ой-ой-ой. Это трубка, но, естественно, не для использования, а для традиционирования. Да, декор, видите, да, здесь. Я думаю, 98% ваших зрителей сразу догадаются, откуда. Вам на засыпку. Откуда же, да. Молодежь. Ну, вот, давайте оставим тогда этот вопрос открытым. Из какого-то фильма, да? Это из произведения известного писателя. Ну, тут чёрт, да, не могу вспомнить. Ну, да, да. Чёрт. Да, да, вот не буду вам подсказывать. Пусть вам напишут в комментариях, скажут, что трубка реально редкая. Вот, мы попытались её помониторить в интернете и нашли. То есть, как бы, уже был аукцион и прошёл. Была и куплена, продана. Вот, то есть, на сегодняшний день пока что я владею. Единственный владелец. Ну, не единственный, может быть, где-то просто человек... Который продаёт. Да, сидит скромно, продаёт и не рассказывает никому. Ага. А я вот, да, ну, как бы... Ну, да, для коллекционеров такая вот. И сейчас цена какая? Семь тысяч. Семь тысяч. Я думала, сейчас много скажут. Ну, нет. Семь тысяч. Нет, нет, нет. Семь тысяч, как бы, у неё есть аукционная цена тоже. Это Украина, да, Коростин? Да, это Украина. На сегодняшний вот момент, я думаю, что просто уже и завод этот, либо он в тяжёлом положении, в каком-нибудь финансовом находится, вот, и их уже не выпускают. Это... Да, интересный предмет очень. Это осколки, оголоски нашего СССР, счастливого времени. Да. Вот ещё очень интересная, тоже, достаточно редкая, но у неё нету ладошки. Это вот Украинка, который там... Ага, то есть реставрировать. Да, под реставрацией. А так она... Тоже в национальном костюме. В национальном костюме, да. А, барановка эта. Барановка, да. Да, тоже хорош, такие красочные, там же статуэт. Ну, вот цена 4 тысячи. Не только у меня есть. Да, ну, это вот для мастериц. Ну, да. Кто умеет, занимается. Те, кто коллекционирует это и может просто отдать реставрацию, делать кисть руки, это не проблема, на самом деле. Да, тем более в наше время. Тем более в наше время, да. Да, спасибо. В общем, постоянно что-то новенькое появляется. Ну, принесу ещё у меня... А, вот ещё крошечка, вот эта чашечка кофейная, молочная. Сюда входит ровно 100 миллилитров. Очень удобная чашечка. Тишинройтер немецкая. Да, очень такая. Тишинройтер. Да, пользуюсь такой же дома. Красивые, синячки. Для сравнения, вот эта вот стандартная такая вот, размер. Вот здесь 100. Здесь 100. Ой, 100. 90 или... Нет, поменьше, наверное. Так, тогда здесь побольше будет, я обманула. Здесь будет порядка 180. Я обманула. Не 100, а 180. Здесь она большая. Но это, может быть, как и для чая, но немного чая. Ну, такой кофе с молоком крепится. Кофе с молоком, да. Вот потому что вот обычная чашка, вот, для примера, она большая. Да. Это очень хорошая. Это шкатулка какая-то новенькая, яркая. Шкатулка вот эта вот очень хорошая, да. Я её заклеила, чтобы не отлетела крышка. Она фарфоровая, да? Да. А я думала, она как шнуазри, металлическая. Да, нет, и, да, похоже, вроде как китайская, но это Америка, по-моему. Посмотри на обороте. Сейчас, я хочу сфокусировать, посмотреть, тут такие пути, кто-то плывёт. Нет, это не пути, а джутки, по-моему, их называли. Одно время было очень модно и активно продавались в Америке эти игрушки. А, наверное, тут кто-то плывёт. Считается уже на этажом электро. А, она фарфоровая. Нет, без коема. Написано. А она? В двухсуществ. В двухсуществах. В четыре тысячи. Четыре тысячи. И, видите, тут ещё вот по кругу идёт. Какие-то феи здесь, да, такое. Ну, это всё связано с этими вжухи, они там разные, они в темы. Вот, и в Америке это был бомб. Так, и там, допустим, у нас скурашка. Да. Там скурашка или там, ну, погоди. Ну, такая она прям красочная, яркая, просто бросается в глаза и сбоку. Да, ну, смотря на то, что здесь не антиквариат, но она всё равно хорошая. Такая очень забавненькая, яркая. Да, интересно, интересно. Они там по мостику идут, что-то они там нараспалку. Да, тут цветочки. Ага, украшения. А по 23 февраля, вот смотри, показывала вот эти пробки. А, да, что это? А, пробка уже тут есть. А, нет, вон там пробки не было. Да, я никак не сделала эту пробочку, да. Ага, да. Кушу, значит, не петельный человек. У соседа надо взять. У соседей, да, надо. А он продаёт, кстати, такие пробки. Да, я видела, у него пробочки есть. Так, 23 февраля. Пивная кружка, да. Тут даже вот и статуэтки тоже можно подарить. Ну да. Их много. Да, мы соединенные темы. И пирата, и кого хочешь, кто чему увлекается. Знаешь, интересно, я же рассказывала про свой эпизод вот этого. Да, да. Я, прямо сейчас, я нашла в интернете этот рассказ. Так, и что? Но там, к сожалению, с грустным концом его убили. Да, он попросил, что выполните вот это условие, последнее желание. Он прошёл несколько шагов, но англичане, которые совершали эту казнь, не выполнили это обещание, и они ходили в свою команду. Ещё вот красная шапочка, кстати, я не видела. Красная шапочка, она у меня давно, вы её видели? Нет, я не видела. Да как, это просто месяц ты меня не видела, и всё как... Как в тумане. Как, да. Но я не помню, чтобы я её снимала. А, ну, сними, очень хорошая. Она итальянская? Да, это Италия. На самом деле она так притянута нами всеми красной шапочке. Это просто вот девочка в голландском, это самое, костюме. И цветы голландские, то есть у них это же национальные культы цветы. Такие тут прям цветочки хрупкие, конечно. Да, вот такая вот дама с цветами. Очень редкая, да. Для нас красная шапочка. А для нас, да, для нас красная шапочка, у нас серого волка. И вот сзади покажу вам. На таком педестале, здесь внизу тоже у неё, у ног усыпаны цветы. Ну, хорошая. Сзади есть, ну, как бы, филирационеры, кто смотрит, и у нас тоже интересно. Здесь есть... А, подпись. Подпись, да, мастера. Ага, вижу, вижу. А сколько она? Она 30 тысяч. 30 тысяч. Хорошая такая вот она. Она в хорошем винтажном состоянии. Это где-то 60-70-е годы. 60-70-е. Повторяю, вдруг не слышно. Ну да. Спасибо, классная. А вот эти вот чашки вы не снимали? У них тоже, они такие, как бы, непрезентабельные. Но это истории, там, дата 1900-х год, какие-то бои или какие-то вот сражения, которые происходили в Болгарии. Ага, а это олова, да? Это олова, да. И две такие. Памятные кружки сделаны. А, вижу. Очень-очень. Надпись есть. Сейчас. А что написано? На память. Сейчас посмотрим. Спомены. Спомены. Это на память от села Батак и дата 20-е, 10-е, 903-е, скажите. А, 1903-е годы. Это какое-то сражение было, крайне редкое. Да, тоже такие коллекционные предметы. Это предметы, да. Вот не пойму, может быть, здесь было на улове посеребрение. Там, ну, со временем сошло. Сошло, да. Какие-то вот остатки есть. Да, я попыталась... В интернете нету ничего, потому что, скорее всего, выполнено было небольшим тиражом. Вот. Да, как память. Да. Память. Интересная, да. Так вот стоят и не подумаешь. Да, да. Ну, потом сейчас политические дела такие, что это повышает интересы, повышает историческую ценность. Спасибо, очень интересно, как всегда, да. Приходите к Марине. Да. Мне, кстати, друзей и подруги присылают. Они нас смотрят. Ну, смотри, на тебя видимо. Спасибо, что там рассказала. Я приходила тебя послушать. Это здорово. Здорово. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне Верю и не верю? Падал снег, Плыл рассвет, Осень моросила Столько лет, Столько лет, Где тебя носила? Вдруг как в сказке Скрипнула дверь, Все мне ясно Стало теперь. Столько лет Я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, Плыл за моря, Знаю, это было не зря, Все на свете Было не зря, Не напрасно было. Ты пришло, Ты сбылось, И не жди ответа, Без тебя Как жилось Не на свете этом. Тот, кто ждет, Все снесет, Как бы жизнь не пила, Лишь бы все Это все Не напрасно было. Танцуют все! Вдруг как в сказке Скрипнула дверь, Все мне ясно Стало теперь. Столько лет Я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, Плыл за моря, Знаю, Это было не зря, Все на свете Было не зря, Не напрасно было. Вдруг как в сказке Скрипнула дверь, Все мне ясно Стало теперь. Столько лет Я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, Плыл за моря, Знаю, Это было не зря, Все на свете Было не зря, Не напрасно было. С любовью встретиться Проблема трудная Планета вертится Круглая, Круглая, Летит планета вдаль Сплость суматоху в ней Нелегко, Нелегко Полюбить на ней. Звенит январская фьюга И ливник влечет у круга И звезды мчатся по кругу И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряются люди друг друга, А потом не найдут никогда. В любви еще одна Задача сложная, Найдешь вдруг она Ложная, Ложная, Найдешь обманную, Но в суматохе в ней Нелегко, Нелегко Разобраться в ней. Звенит январская фьюга И ливник влечет у круга, И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. А где-то есть моя Любовь сердечная, Неповторимая, Вечная, Вечная, Ее давно ищу, Но в суматохе в ней Нелегко, Нелегко Повстречаться с ней. Звенит январская фьюга, Ливник влечет у круга, И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда, Никогда. А потом не найдут никогда. Всегда быть рядом не могут люди, Всегда быть вместе не могут люди, Нельзя любви земной любви, Была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим, Скажи, зачем мы друг друга любим, Считая дни, Жигая сердца. Любви все время мы ждем как чудо, Одной, единственной ждем как чудо, Хотя должна она, Должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, Узнать при встрече смогли откуда, Что ты моя, а я твоя, Любовь и судьба. Скажи, насколько пришлось скитаться, Среди туманных миров скитаться, Затем, чтоб мы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, Опять прикажет судьба расстаться, При свете звезд на крае земли. Субтитры сделал DimaTorzok